Девчонки, всем привет! Немножечко вообще другой ракурс, как вы поняли, сегодня будет видео, но это такая будет болтология, и сегодня, не могу еще никак сориентироваться, куда именно смотреть нас в этом телефоне, в общем, девочки, сегодня буду разговаривать с вами о наболевшем, и это наболевшее будет касаемо одного интернет-магазина. Девочки, снимаю этот вложик для того, чтобы, наверное, предостеречь многих покупателей, которые будут совершать там покупки, ну вот, девочки, это просто, знаете, у меня эмоции зашкаливают, и я даже не могу никак вот сообразить, как правильно начать данное видео, надеюсь, вы будете не слишком строги к нему. Ну вот, девочки, начну с того, что в феврале месяце, в середине февраля месяца я зашла, в общем, рыскала по интернету и нашла сайт Паула Конте, то есть до этого я совершала покупки в магазине Паула Конте, и мне нравилось качество, мне нравилось обслуживание, а тут я зашла в магазин Паула Конте, интернет-магазин поправлюсь в Паула Конте, и увидела, что у них там просто массовые распродажи, я думаю, почему бы не заказать тебе там что-то. В общем, я сделала заказ, я туда позвонила, спросила, то есть, точнее, я сделала заказ, то есть, ну, как бы, да, накидала в картину, тут же среагировала девушка, она мне позвонила, сказала, вот там, вы сделали заказ, надо оплатить, прежде чем заказ вам отправится. Я сказала, девушка, а я там что-то, знаете, накидала много всего, и где-то вот внутри меня какая-то чуйка, я сказала, так-так-так, давайте вначале одно что-то закажешь, а потом, если понравится обслуживание, качество и, в общем, ну, все вытекающее, когда мы сделаем заказы, девочки, в интернет-магазине, как я еще раз повторюсь, я достаточно требовательный покупатель, потому что я плачу деньги, и мне хочется, чтобы, во-первых, товар приходил в надлежащем качестве, полностью обслуживание, сроки, чтобы все это соблюдалось, чтобы у меня не было никаких нервяков. Ну, так вот, я сказала девушке, окей, хорошо, я вас поняла, то, что прежде чем вы будете отправлять товар, я должна буду его проплатить. Она такая, да, все, все качество хорошее, все замечательно, мы все быстренько вам отправим, все будет хорошо, все-все-все-все, там, все настоящее, все хорошее. Я говорю, так, хорошо, ладно, будем, значит, оплачивать. Ну, потом я посидела и подумала, так, закажу одну позицию. Ну, так вот, заказала я одну позицию, не могла вначале, точнее, зашла в личный кабинет, хотела просто сделать заказ одной позиции, но меня все время отправляла на тот заказ, который я уже делала. Я обратно позвонила в интернет-магазин, сказала, здравствуйте, вот я такая-то, такая-то, тетушка Ирина, и берите, пожалуйста, две позиции, оставьте мне одну. На что мне сказали, у кем сейчас с вами свяжется менеджер, который с вами работает, и вы с ним договоритесь, что там нужно убрать. Буквально через минут 20, может быть, через полчаса мне позвонил менеджер и сказала, так что же вы хотите убрать? Я озвучила ей позиции, которые я хочу убрать и какую оставить, я сказала, все, хорошо, она мне еще раз повторила, сказал, вот, вот эти позиции убираем, вот это оставляем, значит, вы оплачиваете, и все сразу же будет формироваться и отправляться. Доставка должна была быть через почту России, так как у них по каким-то причинам, у Паула Конте, нет курьерской службы, как мне сказал менеджер. Я сказала, ну, молоды, хорошо, давайте. Ну, все, значит, я зашла, буквально через минут 40 я увидела то, что все, позиции отменены, то, что мне нужно там стоит, и я взяла, в общем, банковскую карту и оплатила. Проплата прошла, девочки, буквально я не успела нажать оплатить, тут же все, денежка снялась, денежки на счету Паула Конте. Жду, проходит, в общем, наверное, где-то 10 дней, ни идентификационного номера в личном кабинете я не вижу, не вижу ничего там на электронной почте, там что-то, знаете, там, девушка, то, что ваш там заказ формируется, вот такой идентификационный номер, вот ожидайте посылочку, ничего этого нет. Я думаю, ну, странно, значит, надо самой позвонить, спросить, что это такое, может быть, как бы отправляли письмо, не дошло. Она мне такая говорит, вот, идентификационный номер, буквально мы только вчера узнали, сейчас я вам его продиктую. В общем, вытребовала, мне его продиктовали, на все положила трубку, я тоже пошла, сразу же зашла на почту России и стала выбивать идентификационный номер, чтобы посмотреть, действительно ли он действительный, этот почтовый идентификационный номер. Я его, значит, выбиваю, почта мне говорит, нету, нету такого. Я начинаю им звонить, что вы думаете? Я позвонила, наверное, раза три, берут трубку и молчат. У меня просто возмущение зашкаливает, я думаю, это что такое, что за детский сад. То есть оплата была около 5000, там 4840, по-моему, ну, сама посылочка, да, стоимостью. Я, естественно, возмущенная, я им опять набираю, опять та же самая ерунда, я думаю, ну, все, хорошо. Подожду еще, мне, естественно, супруга говорит, слушай, ты как бы, ну, вот столько раз заказываешь с интернет-магазинов, там, с разных, все что угодно заказываем. То есть я как бы человек, который с рождением ребенка заказываю множество вещей, заказываю какую-то, могу заказать технику, да, там, через интернет-магазин. И если что-то не так, всегда менеджер связывается, всегда как-то решают вопросы. Никогда такого, девочки, я не встречала, чтобы я сама звонила, попрашивала идентификационный номер, чтобы я сама что-то, знаете, там, выбивала, стояла, грубо говоря. Ну вот, буквально на следующий день я опять стою утром, в смысле надо проверить этот идентификационный номер. Инентификационный номер вбиваю, и они мне пишут, что вот буквально вчера только эта посылка была, собственно говоря, на почту принята. Я думаю, ну, слава тебе, Господи, посылку-то мою отправили. Думаю, ну, вот скоро-таки она у меня и будет, скоро-то я буду рада вся. Жду я, жду, жду я, жду. А в интернет-магазине Паула Конта на их сайте в моем личном кабинете прописано уже после того, как я оплатила денежки, то, что товар доставлен, товар у клиента. Знаете, у меня вообще был в шоке. Думаю, каким образом он у меня, если проплата прошла, товара-то моего нет в наличии. Прожидаю я девочки еще, наверное, буквально несколько, ну, около недели, наверное, я ждала эту посылку. Ну, или, может, даже, ну, да, где-то около недели. Ну, вот, приходит долгожданная посылка. А как мы все знаем, девочки, ну, или только в нашем городе такое бывает, то, что приходите на почту, и начинается просто битва титанов. Знаете, это вот бабушки с авоськами, это мужчины, которые вечно торопятся, которых хамят, это те женщины, которые приходят быстро забрать свою посылку или оплатить что-то, либо письмо, и всем нужно вне очереди, и все хотят туда, и стоит 30 человек. А так как я мама с ребенком, естественно, любая мама меня сейчас поймет, то, что абсолютно в тот момент, когда у вас ребенок маленький, вы совершаете все походы на почту, в магазины, в парикмахерские, в маникюрные салоны. Если у вас нет рядышком бабушки, либо няни, вы это делаете все с ребенком. И немножечко все по-другому уже оцениваете, когда вы приходите с ребенком, лично я, сколько я прихожу, я не знаю, я не из тех девушек, которые будут в наглую кричать, я мама с ребенком, пропускайте меня вне очереди, это я могу бабушку пропустить, либо дедушку, потому что мне жалко их, мне, я уважаю старость, мне кажется, то, что людей нужно, ну, уступать пожилым людям, то есть как бы нужно немножко показывать свою воспитанность. Ну так вот, вот в этот день, 3 марта, когда пришла эта посылка, очередь была девочки, честно не совру, в каждую кассу человек по 20, если не больше, и случилось просто невероятное чудо, одна касса сломалась, то есть один операционист, он не смог работать, то есть работала вообще одна касса. Но так как я ждала эту посылку очень долго, и почта от нас далековато находится, я подумала, ну, раз пришли, пришли мы без какого-либо транспорта с ребенком, пешочком, и думаю, давай, сына будем ждать. Вот я его развлекала, девочки, около двух часов, если не больше, и возле почты мы скакали, и на почте прыгали, и там она операциониста, она то уйдет, то зайдет. В общем, пришли мы туда в 2 часа дня, ушли мы с почты где-то полшестого, да, полшестого мы оттуда ушли. Пока я там, у меня тут же приехал, естественно, супруг мой, он такой потерял меня где-то, я говорю, я на почте. Ну вот, девочки, открываю я посылку, захожу, сажусь в машину, и смотрю, у меня какая-то посылка странная, она в полиэтиленовом пакете, я вам сейчас ее поближе покажу, в полиэтиленовом пакете какая-то маленькая коробочка, я думаю, что это такое, как бы, странно, как бы, я ожидала, что придет коробка, я ожидала, что придет как-то все качественное, потому что до этого я заказывала тоже обувь в другом магазине, и это была обувь итальянская, я заказывала сапоги и туфли девочки, там столько было коробок, там было столько товарных накладных, там абсолютно на каждый товар приходилось ратификация ответствия, все вот эти штрих-коды, то есть пришел журнал с их коллекциями, то есть настолько, мы когда посылку забирали, с мужем из другого интернет-магазина, там было много всего, с этого же интернет-магазина Паула Конта пришел полиэтиленовый пакетик, ручкой написано там от кого и кому, и он такой, знаете, неряшливо так запаковано, это все было, я думаю, ну, странно, что вы думаете, девочки? Я распечатываю этот пакет, и мои слезы на глазах, потому что столько простоят на почте, приходят босоножки, отвратительного качества, коробка вся пошарпанная, нет ни одного документа, что это и кому это, коробка пошарпанная, босоножки все какие-то, знаете, как будто бы их носили и мне их отправили, все какое-то, знаете, про документы, я вообще не говорю, там вообще ничего не было, и после всего этого, я, естественно, тут же набираю менеджером, она начинает, а вы мне скажите номер, а вы мне скажите вот это, вот я это все говорю, она такая, ой, так они к вам не должны были попасться, я говорю, хорошо, девушка, как будем решать вопрос, ну вот, вы мне их отправите, нам их, мы их увидим, а потом мы будем отправлять то, что вы хотели, я говорю, здравствуйте, приехали, так как так, то есть я сейчас должна буду с маленьким ребенком опять пойти на почту, опять отправлять это, все-таки, конечно, мы же должны увидеть, что там пришло вам, я приходила, я, значит, с ней разговариваю, говорю, хорошо, девушка, Давайте сделаем так, выиграю мне, пожалуйста, свои координаты, дайте, чтобы я могла, то есть, на возврат денежных средств, либо электронную почту, куда я должна буду выставить, что ко мне пришло, то есть, претензию, естественно, в любом случае я буду писать, то есть, вы должны это увидеть и посмотреть, что это такое. Она мне говорит, нет, я вам не буду ничего давать, ничего не буду рассказывать, я говорю, здравствуйте, это как так, что такое, говорю, девушка, как это вообще может быть, на что она мне начинает говорить, такой бывает, это человеческий фактор, поймите, они не должны были к вам попасть, они должны были попасться по-другому и там, и вот все в этом роде, естественно, это все делается в машине, я вся на эмоциях, у меня там просто, знаете, обидно, мой ребенок весь изнервничался, муж тоже как бы, ну, мамы меня поймут, и, да, и, в принципе, каждый человек, который простоит на почте, какой он от этого приходит, и когда он получает какие-то не очень хорошие товары, он, он всегда разочарованный, ну, так вот, я прихожу домой, открываю это, еще раз смотрю, что это такое, девочки, посылка, я вам сейчас покажу. Ну, вот, девочки, вот этот пакетик, в котором пришло, адрес я свой закрою, вот, Паула Конта, видите, все, от руки написано, объявленная ценность, кому я, ну, только вот так вот сделаю, то, что это мне приходило. Вот такой вот пакетик, как вы видите, да, ничегошечки, вот так вот он был упакован, вот, вот эта коробка замечательная, вы посмотрите. Заломы, то есть, у качественной обуви, мне кажется, у любого магазина, ну, вот, такие вот заломы, вот такая вот упаковочка, видите, господи, где это побывало все? Ну, и вот, собственно говоря, гвоздь программы, босоножки, которые ко мне пришли, видите, расклеено, подошва по шару, знаете, как будто ее кто-то поносил в офисе. Это вот один босоножек, а на следующем прям видно грязь, вот, видите, тоже все возле носика расклеивается, запах, конечно, стоит и не поймешь, видите, и грязь, ну, вот, видно. Ну, вот, девочки, вот, собственно говоря, великолепна эта посылочка. Ну, вот, девочки, вы посмотрели, что это такое. После всего этого я, в общем, значит, написала претензии, я им описала, я выслала им фотографии, и, знаете, ждала, хотя бы, знаете, я отправила им на электронный адрес с несколькими письмами, то есть, ну, естественно, чтобы фотографии все дошли. На следующий день я, наверное, ждала, что какой-нибудь менеджер, который принимает у них почту рассматривать, да, либо руководство, которое, вот, я, ну, ну, как сказать, то есть, когда отправляется претензия компании за качество их товара, в любом случае, если это хорошая компания, либо хорошо работают сотрудники, мне кажется, они оперативно начинают реагировать на эти вещи, то есть, и максимально стараются уладить конфликт, конфликт, и ничего, девочки, то есть, ответа от них никакого не было, звонка тоже не было. На следующий день, как я сказала уже после того, как я отправила претензию, я им сама набрала и сказала, здравствуйте, я такая-то, такая-то отправила вам претензию, вот, собственно говоря, как будем решать вопрос, то есть, вы его видели, вы должны были, вы посмотрели фотографии, в каком качестве, что мне пришло и как. Мне сказали, да, мы посмотрели вашу претензию, давайте сделаем так, вы нам отправляете почтой России вот этот товар, и потом мы его, когда получим, мы отправим вам ваш заказ, который непосредственно должен был вам отправлен быть, и все, то есть, идите на почту и отправляйте, я сказала, нет, девочки, так дело не пойдет, то есть, я простояла иное количество времени на почте, сейчас вы меня собираетесь отправлять опять на почту с ребенком, чтобы я ей объясняю, то что я мама с ребенком, то что за оплошность ваших менеджеров мне опять придется брать ребенка, идти в очередь, отправлять посылку, ждать, когда придет ко мне посылка, и придет ли она, и как это вообще, то есть, где какая-то реакция, на что она мне говорит, вы понимаете, то есть, как бы, а по-другому это никак не может быть. Я начинаю объяснять, что я за оплошность ваших менеджеров, как они сработали, я отвечать не хочу, и страдать от этого я не хочу, мне это не нужно, я сделала заказ, я его оплатила, я хочу, я уже требую, чтобы было надлежащий, выполнен договор купли-продажи, который, собственно говоря, я заключила с интернет-магазином Паула Конта, на что мне менеджер говорит, подождите, подождите, я вот сейчас там, я и начинаю говорить, давайте курьерскую службу отправляйте, как бы, чтобы можно было, чтобы максимально как-то давайте сглаживать углы, я как бы, знаете, мне не хотелось конфликтовать, мне не хотелось как-то выяснять отношения, там, мне просто хотелось уже, знаете, какой-то реакции от компании на претензию, что они как-то извинят, скажут, там, мы виноваты, то есть это наш косяк, это косяк нашего менеджера, который формировал заказы, который отдавал на, ну, те, кто собирает это, я ожидала, что они как-то скажут, да, там, извините, наш косяк, мы его исправим, а тут же мне говорят, вы отправьте, мы потом увидим, и мы вам потом отправим, если вас не устраивает, пишите заявление на возврат денежных средств, и я понимаю прекрасно, что у меня, девочки, знаете, сколько сомнений, вернутся ли мне мой заказ, который я делала, и получится ли мне хотя бы оттуда денежки свои, которые я заплатила, выцарапать, потому что такого отношения я вообще не ожидала, девушка ложит трубку, я говорю, так, решайте вопрос, там мне перезванивает и говорит, ну вот мы там, я, это менеджер мне говорит, знаете, с барского плеча, я, значит, там позвонила в курьерскую службу, они готовы прийти к вам забрать эти босоножки, я говорю, девушка, хорошо, а заказ мой, а заказ, когда курьерная служба принесет, мы там уже будем, как бы, это решали отправлять вам, я говорю, так, окей, хорошо, здравствуйте, вот, значит, получается так, то есть курьер забирает, а я должна буду опять ждать, и потом через почту получать, такая, да, совершенно верно, вам надо будет еще тогда подождать, и через почту опять забрать ваш заказ, я говорю, нет, так дела не пойдет, я отказываю ждать, то есть, давайте курьером отправляйте, Тот заказ, который я хотела, я в этом посмотрю. И отправлю, естественно, на ваши босоножки. Потому что они мне не нужны такого качества. На что она мне начинает говорить? Я сама позвонила, я сама договорилась с курьером. У нас они не работают, чтобы мы вообще там в ваш город отправляли их. И мы даже, знаете, такая, я сама все для вас делаю, а вам еще это не нравится. Я, естественно, говорю девушке, говорю, меня это не устраивает. На что она мне начинает говорить? Но вы же говорили, сложность заключается в том, чтобы отправить эти босоножки. Я и начну объяснять, что надежности на вас нет. Она мне начинает объяснять, что вот если бы эти босоножки отправлялись действительно вам, вы их заказали, тогда бы менеджер связался с вами и сказал, что они в ненадлежащем качестве, и была бы цена на них еще ниже. Вот они к вам попали по ошибке. Человеческий фактор, люди устали, люди там замучились. И, знаете, она бы там, видимо, на слезинку пробивала, чтобы я как-то расчувствовалась и сказала, ой, ну, конечно, конечно, что вы, что вы. На что я сказала, девушки, это ваши проблемы, я заплатила денежку, я хочу видеть свой товар. Если не получилось с первого раза отправить, я пришла в таком качестве, пожалуйста, отправляйте курьера с моим заказом и забирайте данные босоножки. Какие проблемы? На что она говорит, нет, такого не будет, вы только говорили, что вы не можете отправить. А, еще девочке она мне сказала, когда я в первый раз не разговаривала, она мне такая, а в течение 30 дней вы сможете нам их отправить в течение месяца хотя бы эти босоножки? Чувствуете, да? То есть как бы там максимально оттянуть вот этот момент. Я ей просто сказала, говорю, я через почту отправлять не буду. Нет, спасибо, хватит дудки. Вот это, знаете, за менеджера какого-то я должна сейчас своего ребенка мучить, чтобы выходить опять на почту. В общем, ни до чего мы не договорились с ней. Она там начала уже на меня голос повышать. Я уже, естественно, сама говорю, девушки, это просто из ряда вон выходящего. Обслуживание, как это, идентификационный номер я должна выпрашивать, пробивать, где там что и как. Приходит товар не надлежащего качества, мне еще пытаются говорить, вы там сделайте, вы еще сделайте ряд движений, может быть к вам придет. Мы вам не доверяем, а вдруг вы там нам не отправите, босоножки, а мы вам тут что-то отправим. Вот это, знаете, меня просто настолько убило, я говорю, вы меня сейчас пытаяем, я на что девушки отвечаю, говорю, вы меня пытаетесь пробить на то, что я должна понять вас, но вы никак не уважаете своего клиента. И на что, знаете, она мне начинает, что вы на меня кричите. А хотя девочки, я просто ей говорю достаточно, знаете, таким официальным голосом. То есть как бы сказать я там к ней как-то там тыкаю, либо еще что-то. Нет, я просто говорю, почему вы так относитесь к клиентам? И меня, знаете, вот настолько в этом интернет-магазине Паула Конта вот выбесило. И я просто, знаете, вот я в ужасе от этого всего. По итогу нашего разговора, вот это было все 4 марта, по итогу нашего разговора она сказала, хорошо, я там передам тогда нашему руководству ваше заявление. Представляете, у меня, ну, мою претензию она передаст руководству, у меня просто челюсть там отпала. Вы понимаете, вы нарушаете закон о защите прав потребителей, то есть высылаете товар надлежащего качества, проходит все сроки доставки, нарушение всего идет, да, и она мне еще, знаете, такая вот эти вот хорошо-то, знаете, вот эти вот, как вам сказать, подача информации с ее стороны, знаете, настолько вот вызывающая и оскорбляющая меня как покупателя, что я просто возмущена, это мягко сказать даже. После всего этого я просто сказала так, я говорю, если вы себя так ведете, я просто тогда пойду напишу заявление в защиту прав потребителей, потому что я хочу, чтобы такого, я не знаю, как-то к этому, если вы не понимаете через претензию, когда, девочки, это я не первый раз пишу в какой-либо интернет-магазин претензию, это даже когда у меня была такая ситуация, когда я там могла написать претензию, если там товар приходил, знаете, внутри крышки отпадывали, и компания всегда говорила, извините, это наш менеджер плохо упаковал, приносим свои извинения, то есть компания всегда извинится, потому что, извините, когда мы заказываем товар через интернет-магазин, Это мы платим вам денежку, что идем навстречу в магазину, платим денежку и ждем, чтобы товар приходил в надлежащем качестве. Тут же в этом магазине Паула Конта, мало того, что пришла какая-то ерунда, непонятно откуда, потасканная вся, ненадлежащего качества, пришло все изшарпанное. Знаете, девчонки, я просто на таком шоке. И вот сейчас, буквально, наверное, час назад я звонила, я им опять спрашивала, что там дальше, по-моему, идет, как вообще решается вопрос, на что девушка начинает на меня орать, она мне начинает говорить о том, что мы передали руководству вашу претензию, типа, что вы еще от нас хотите. Я говорю, если вы не решаете никак вопрос, говорю, тогда дайте мне, пожалуйста, координаты вашего руководства, чтобы оно мне объяснило внятно, в связи с чем такое обращение с клиентами, чтобы оно мне дало нормальное разъяснение, почему высылают ненадлежащего качества, почему высылают другой товар, не тот, который заказывали, и почему вообще все вот так вот выходит, почему еще менеджеры грубят, на что она мне говорит. Я не буду вас ни с кем связывать, у меня нет телефонов, и пятое, и десятое, типа, вам же, типа, я же вам сказала, что руководство отправили, значит, вы, типа, сидите и ждите. Я говорю, почему вы на меня кричите? Я не кричу на вас. И самое интересное, девочки, что заключается в этом, вот сколько бы раз и звонила, все время один и тот же менеджер, утром, вечером, в обед, завтра, послезавтра, все время один и тот же человек отвечает, берет трубку. Звонит мне с московского номера, эта же девушка говорит, звоню на горячую линию, эта же девушка берет, задумайтесь, это что, это вообще, это как? И сегодня, после того, как я поговорила, естественно, я сейчас буду дальше, ну, как бы, я буду звонить на их московский номер, буду уточнять, потому что, во-первых, я хочу, чтобы передо мной нормально извинились, я хочу, чтобы мне, наверное, вернули деньги, я хочу, не наверное, я хочу, чтобы мне вернули деньги. И по-человечески нормально извинились за вот эту ситуацию, потому что, если вам, девочки, кстати, интересно узнать, что же будет, и я думаю, этот влог еще продлится, я думаю, еще что-то сниму по этому поводу, как там что-то будет. Вот так вот, девочки, вы просите то, что у меня такие эмоции, я заговариваюсь, потому что, правда, девчонки, мне настолько обидно то, что, совершая покупки через интернет-магазин, ведешься на какие-то скидки, и по итогу вам еще и грубит этот интернет-магазин, а именно тот магазин, который я закручиваю, покупала вот у них сейчас, купила, это Паула Конта. Они, мало того, что выслали не тот товар, и этот товар, который они сейчас выслали, он не надлежащего качества, еще и менеджеры гурбят, еще какое-то, знаете, вот такое обращение, такое впечатление, что я у них взаимоберу. И сейчас, правда, мне настолько обидно, я надеюсь, вы меня поймете, я надеюсь, вы правильно поймете, почему я сняла данный влог в таком ракурсе, я абсолютно, девчонки, по-домашнему вся. Это единственное, что одела свою любимую морячку. Девчонки, не знаю, правда, вот настолько обидно сейчас, настолько досадно то, что так все выходит, и так что вот так вот. Если вам интересно узнать будет, вы, конечно, пишите в комментариях, хотите вы узнать продолжение данного блокбастера под названием «Как нас обманывает интернет-магазин Паула Конта и высылает товар ненадлежащего качества, еще и гурбит, вы, конечно, пишите в комментариях». Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался, чтобы узнать, что же было дальше с этим интернет-магазином и со мной. Мне будет приятно то, что у меня будут люди, которые меня поддерживают, так что, девочки, вот так вот. А мы с вами увидимся уже, наверное, в скорых видео. Вот так вот. Сильно строго не судите, у меня просто тут на нервной почве вылез прыщичек, от которого просто... Я правда, на самом деле, я 8 марта встречала просто вся на нервах, потому что мне вот эта вся ситуация, что касаемо этого магазина, я очень сильно перенервничала. Очень-очень, девочки, потому что когда тебя обманывают, когда тебя грубят, это правда, это на нас, девочках, очень сильно откладывается. Так что вот так вот, никак не могу с вами попрощаться, девчонки. Ну что ж, до скорых видео, всех люблю, целую, и с вами была ваша Ира, до скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok